И всем привет, ребят, с вами MrVan, я сегодня записываю новый ролик, наконец-таки мы возвращаемся с игровыми видосами, с видосами, которые вы так раньше ждали, любили, оценивали, поддерживали, надеюсь, что в этом плане ничего не поменялось. Сегодня у нас будет тест одного из тех устройств, которого у меня до этого не было, как вы видите, прямо сейчас я его приобрел, я все это сделал, можно так сказать, в записи, дабы полноценно на максимум выложиться в боях, это устройство Garpoon на Magnum, это то самое устройство, которое возвращает тот самый старый Magnum с 3%, не процентом, а с 3 градусной пушкой, То есть у вас вся такая же поворачивающаяся башня, только у вас процент и угол не 12 градусов, а полноценных 3 градуса. Это старая, можно так сказать, арта, только чуточку приподнята, и я честно, приобретая это устройство, был в шоке. Да, можно тут, конечно, сказать, что я не супер мега круто там отыгрывал, и вправду у меня не сверх жестко получилось отыграть, но даже при том раскладе, что я только-только приобрел и давным-давно уже не играл на этом устройстве, Я могу с уверенностью сказать, что это одно из лучших устройств, на которых я играл когда-либо, и сейчас я думаю, что вообще, если сравнить все пушки по демеджу, да, и по всему прочему, нужно будет очень сильно постараться найти лучшую по демеджу вообще пушку и устройство. Магнум, можно сказать, вернули. Это реально тот самый старый имбалансный магнум, и если привыкнуть к нему и играть на нем какой-то определенный период времени, я уверен, что даже я лично смогу показать намного лучший результат, и каждый бой можно будет набивать порядка 25-30 килов за обычную 7-минутную матчмейкинговую катку. Что касаемо режимов этого магнума, ну и вообще, в принципе, если сравнить устройство магнума, да, и сказать, какое лучшее, то гарпун взяли и забыли про все остальные устройства. Это реально то самое имбовое, замечательное устройство, на котором полноценно можно реализовать тот самый хоре магнум, который был раньше, да. Только выгоднее теперь его делать, играть и набивать килы не на хорьке, а на викинге. То есть у вас есть дополнительный овердрайв бомбический, который разваливает очень жестко кабины, и за счет этого в совокупности вы получаете максимально крутое имбалансное сочетание, которое в дальнейшем вам может принести как килы, так и очки, ну так и кристаллы. То есть при любом раскладе вы будете жестко фармить, и у вас в этом плане будет все четко получаться. Что касаемо режимов, я могу сказать с уверенностью, что лучше придерживаться тех режимов, где у вас есть дополнительная возможность именно собирать больше киллов. То есть я считаю, что захваты флагов и регби лучше не играть на этом магнуме, лучше отдавать предпочтение тдм, контролю точек, условный джиггернаут тоже отлично подойдет. То есть захват флага, где там, ну можно конечно находить мясные места, там да, хорошие карты подбирать, где противники будут собираться в какие-то определенные кучи, и вы за счет этого суперского магнума будете реализовывать его на максимум. Но я считаю, что лучше все-таки можно реализовать вот тдм, контроль точек, джиггернаут, именно вот эти три режима, я бы отдал бы именно им предпочтение. Что касаемо устройства, ой вернее не устройства, а что касаемо дрона к данной артиллерии, то конечно же я бы отдал также предпочтение бустеру, дабы вы не имели кулдауна своей ддшки и постоянно могли наносить довольно большое количество урона. Я в свою очередь в этих двух боях сыграл один бой, вот как вы видите уже на кунгуре в тдм, ну и второй бой я сыграл в контроле точек, который мы тоже рассмотрим, я думаю, что уже ко второй катке более подробно там покажу, расскажу, что я там уже делал, да, здесь так можно так сказать небольшая вводная часть разговорного форматика, но я думаю, что ну на таком устройстве будет в кайф поиграть каждому, кто еще раньше играл на тоем старом магнуме. Я вообще не понимаю, как я до сих пор не приобрел это устройство, ведь я сегодня всего лишь поинтересовался, да, что бы вы хотели увидеть, например, да, в плане игрового формата по видосам, и меня просили потестировать именно это данное устройство, я даже, ну не жалею того, что я взял и там приобрел его там без скидок, без никаких, да, я хоть и не имею там столь большого количества кристаллов, все же там прокачиваю дроны, как вы возможно знаете, и у меня нет такого большого прям количества кристаллов, чтобы я мог там постоянно что-то тратить, покупать без скидок. Поэтому я определенно уверен в том, что эта покупка была сделана не зря, и в дальнейшем я думаю, что на этом устройстве, на этой пушке можно будет там покатать и на стримах, и вообще в принципе, да, может быть что-то даже придумать там больше, нежели просто игра в матчмейкинге, потому что, ну такие устройства, когда появляются, когда ты понимаешь, что это, ну реально что-то крутое, что-то достойное, на чем ты долгое время не катал, это придает потенциально дополнительный какой-то стимул, интерес, да, и всегда приятно поиграть на том, что, во-первых, жестко гнет, во-вторых, это что-то похожее, что было у нас раньше, и все мы любим тот самый жесткий имбалансный фарм, да, который дает такие устройства, такие вооружения, поэтому главное учиться их грамотно как-то качественно реализовывать, чтобы не было, возможно, там проблем с каким-то дополнительным фармом, да, ну и за счет этого получать максимальный плюс от таких вооружений. Что касаемо именно данного боя, то тут уже все подходит к концу, 3 килла до конца, овердрайв на викинге довольно часто появляется за счет того, что вы делаете довольно большое количество киллов, и в сумме вы получаете хороший результат, понятное дело, что там первое место это не так сложно поднять, больше можно делать акцент и рассматривать то, насколько большое количество киллов вы вообще в общем и целом можете сделать, и уже от этого как бы отталкиваться, да, если вы делаете, например, 25 киллов в катке, теория 30 киллов в катке, вы понимаете, что да, круто, хорошо отыграл. Делаете меньше, ну думаете, что, ну блин, ну можно было лучше определенно, да. Плюс я, ко всему прочему, в данных двух боях играл на викинге с утяжелением, это тоже такая спорная вещь, с одной стороны, я бы сказал, что на этом устройстве можно хорошо, комфортно играть, с другой стороны, если играть без него, то раскачка и магнума дает тоже свои какие-то дополнительные плюсы, возможно, надо тоже будет потестить, посмотреть, поиграть с устройством, без устройства, и понять, на чем будет лучше. Ну вот, уже полноценно переходим ко второй катке, это Соликамск. Что-то еще хотел сказать по поводу, по поводу, по поводу самого устройства и викинга, ну ладно, если что, вернемся к этому. Соликамск, контроль точек. Тот самый режим, о котором я говорил, да, на котором можно комфортно реализовывать, и, конечно же, преимущество сейчас дает игре на магнум, это то, что не имеется большого количества резистов. В прошлой катке было вообще 0 резистов от магнума, в этой катке 1 резист от магнума. 1 резист от магнума, это, ну, считайте, вообще просто очень мало. При том, в раскладе, что у этого устройства сплэш урон хороший на магнуме, чего я, к слову, не замечал с предыдущим устройством, здесь есть какая-то, возможно, скрытая корректировочка, либо я давно не играл на магнуме, и мне сейчас кажется, что реально сплэш хороший, но имеем то, что имеем. Имеем хорошую сплэш балансную пушку, и при зарядке той же сотки, да, можно очень неплохо давать киллов, очень неплохо подбивать танки, ну, просто показывать то, что нужно делать в любом бою, в любом режиме. 8-3, казалось бы, по счету у нас все хорошо, киллы летят, что бешеные, если летят киллы, быстро появляется овердрайв на викинге, я уже ко второй катке чувствую себя более комфортно, более как-то качественно у меня получается накидывать магнумы, но вы сами понимаете, что такое второй бой, да, то есть, понятное дело, что я играл на похожем магнуме раньше, но все-таки долгий период времени прошел, и, ну, по второй катке уже чуть лучше начинаю понимать, сколько мне надо давать урона, ну, я имею в виду не урона, а сколько надо зажимать пробел, да, чтобы выдать какую-то определенную точку, но и то, и то я могу сказать, что еще полноценно не чувствую на максимум данную пушку, но уже результат меня радует, 13 киллов за чуть меньше 3 минуты в бою, плюс быстрое накопление овердрайва дает мне понять, что да, это то самое устройство, которое я так долго ждал, это то самое устройство, которое может мне дать возможность, как в старое доброе время, поиграть на этом магнуме, потому что я на нем не играл уже, ну, наверное, где-то около полугода, может даже больше, может года, да, я не знаю точно, но по ощущениям это около года я вообще не играл на этой пушке, вот прям, знаете, чтобы кайфануть, да, я там записывал какой-то видос, но это так, чисто тесты, да, то есть вот даже здесь просто играя, я уже понимаю, насколько это крутое имбалансное устройство и сколько киллов в дальнейшем на этом устройстве можно набить. Советую всем покатать на этом магнуме, потому что я думаю, что в ближайшее время, когда ребята начнут его приобретать, резистов от магнума, как всегда, станет намного больше, как это было раньше, но пока имеем ту пушечку, которая неплохо разваливает кабины, и я вот очень расстроен, что я не пореализовывал это устройство в то время, когда у нас был матчмейкинг 16 на 16, мне кажется, 16 на 16 на мясных катках, если еще противник кучкуется, с овердрайвом на викинге, ой, сколько, мне кажется, киллов можно было бы сделать, но, к сожалению, у меня данного устройства не было, я не мог, ну, вернее, может и даже не то, что не мог, не хотел его приобретать, думал, что это не какая-то имба, думал, ну, ладно, там какое-то обычное устройство на магнум, на этот старый магнум, который уже там не нагибал, но все-таки разработчики, вводя это уже устройство как якобы новое устройство, сделали определенные корректировки, сплэш урон увеличился, да и сама механика этого устройства дает нам понять, что оно реально крутое, реально на нем можно делать большое количество киллов, даже с сплэш уроном, ну, я не знаю, да, то есть в плане характеристик я не смотрел, повысили его, не повысили с этим устройством, но по ощущениям сплэш урон с этим устройством был повышен, и играть на викинге, прожимая овердрайв, на нем, ну, максимально комфортно, я думаю, что в ближайшее время я и на стримах буду катать на этом магнуме, ну, единственное, что мне может помешать, это большое количество резистов, пока я их не увижу, именно такие устройства мне дают ту самую возможность погружения и получения дополнительного удовольствия в этой замечательной игре, и если бы эти устройства были бы новые, либо они бы поменялись по своей вообще как бы структуре, да, периодически, это было бы, я думаю, что очень круто. К сожалению, катку мы начинаем проигрывать, остается минута до конца, у меня уже 27 киллов, что является отличнейшим показателем, я на данный период времени, играя в том бою, был просто ошарашен, я был в шоке, я был настолько рад тому, что я играю на том самом устройстве, которое наконец-таки, наконец-таки включает этот магнум, да, то в последнее время я вообще не считал эту пушку за пушкой, да, одно время она нагибает, потом ее балансят так, что она вообще полным говном становится, потом она опять нагибает, ну и теперь вот мы имеем такую, такую, такую имбищу просто, имбищу, старую, добрую имбищу, которая, я думаю, что потихонечку будет возвращаться в нашу игру, и многие ребята начнут на ней, как в старые добрые времена катать. У нас 17 секунд до конца боя, к сожалению, в плане игрового видоса, я проигрываю бой, и это плохой результат, но в плане набития своих очков, в плане рассмотра данного устройства, я могу сказать, что это успех. 650 очков, 30-ка киллов, 3.33 УПшечка, это, конечно, ну, не сказать, что там какой-то крутой показатель, да, но я вам скажу, что этого устройства я ждал долгое время, и один единственный вопрос, который мучает меня прямо сейчас, это почему до сих пор я его не приобретал, почему я приобрел его только сегодня. Это устройство вернет определенную эту пышку на старый уровень, и если вы любитель Магнума, и у вас, как и у меня до этого, нету этого устройства, обязательно приобретайте, играйте на Магнуме, ну, и если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите, чтобы игровых видосов... Наконец-таки было больше, то обязательно поддерживайте данный видеоролик лайком, пишите, что вы думаете по поводу данного устройства, по поводу данного вооружения, подписывайтесь на канал, у меня, друзья, на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok